Практически у каждой женщины найдется лак для волос, но, оказывается, его можно использовать не только для создания прически. К примеру, если у вас есть юбка или брюки со слабой молнией, которая постоянно расстегивается, скорее всего, они так и валяются в шкафу. Согласитесь, носить одежду, постоянно рискуя продемонстрировать окружающим свое нижнее белье, не очень-то приятно. Чтобы хорошая вещь не пропадала зря, обрызгайте молнию лаком для волос, и она будет держать гораздо лучше. Ваш питомец оставил шерсть на одежде, а липкого ролика под рукой не оказалось, не беда. Все, что вам нужно сделать, это хорошо смочить лаком чистое полотенце и пройтись им по одежде, смахивая шерсть. Кстати, после такой процедуры вещи не только станут чистыми, но и приобретут антистатические свойства. Надевая чулки или колготки впервые, распылите на них небольшое количество лака для волос. Такая хитрость сделает их гораздо прочнее. А если сохранить колготки все же не удалось и на них образовалась стрелка, затормозить ее распространение поможет все тот же лак для волос. Лак для волос можно использовать, чтобы придать блеск обуви из лакированной кожи. А для того, чтобы ноги не скользили в туфлях или босоножках на высоком каблуке, обувь изнутри стоит слегка сбрызнуть все тем же лаком. Чтобы продлить жизнь гербарию, распылите на него немного лака для волос. Эта же хитрость поможет сохранить и букет живых цветов. А этот цвет пригодится не только женщинам, но и мужчинам, особенно если на их одежде совершенно случайно остались предательские следы от губной помады или тонального крема. Улики будут уничтожены в два счета, если перед стиркой сбрызнуть место загрязнения лаком для волос.